Когда он сделал вот этот шаг из тюрьмы, она значительно начинается раньше, эта работа. Проблема заключается в том, каковы мы установим карательные ограничения, каковы мы установим связи с обществом. Чем больше у осужденного, отбывающего лишения свободы, будут связи с обществом, с семьей, с прежним накружением, положительным имеется в виду, тем меньше возможности того, что он окажется бомжом после освобождения от отбывания наказания. Вот согласно нашим исследованиям, где-то каждый третий из числа освобождающихся нуждается в социальной помощи. Две третих имеют семью, возвращаются в семью, соответственно, решают свои проблемы самостоятельно. Но в чем тут дело? В чем дело? Почему мы, как люди, не можем принять этих же людей, оступившихся когда-то и уже испытавших на себе все тяготы тюрьмы? Вы знаете, все-таки это заключается в формировании определенной политики, которая была с точки зрения осуждения этого лица за совершенное преступление. Если вы посмотрите на нашу царскую действительность, вот когда была царская Россия, то, значит, жалость к тем лицам, которые или совершили преступление, отбывают наказание, к нищим, к убогим, она была, попросту говоря, частью социальной психологии самого народа. Когда заключенных вели, значит, где-то с пересыльной тюрьмы с одного места на другое, считалось честью выйти жителям, значит, там, женщинам, мужчинам пожилого возраста и что-то дать им, значит, из еды, либо это бублики, либо пирожки, соответственно, это считалось благотворительной деятельностью, это считалось заслугой перед Богом, это в данном случае религиозно. И это было сочувствие? Да, это было сочувствие. Куда же оно подевалось? В настоящее время проведите колонну осужденных через, например, город, или отдельных осужденных, соответственно, вы этого не видите. Это просто было развеяно в результате определенной политики, политики, связанной с удосточением подхода к преступнику. Вы помните известные постановления и Центрального комитета, и других наших органов, где было четко сказано объявить беспощадную борьбу преступности, беспощадное искоренение и многое другое. Скажите, а вот ваше учреждение, ваша организация, то, чем вы занимаетесь, помогает этим людям? Мы пытаемся восстановить традиции российского попечительства. Накануне 1917 года в России было 85 патронатов. 9 десятых всех заключенных. Они попадали в местности, здесь патронаты, здесь те люди, те учреждения, которые обязаны им помогать. Жилье, работа, церковь, книги, обучение грамоте, учеба. 25 функций были у этих патронатов. Мы пытаемся традиции возродить. Конечно, очень трудно преодолевать инерцию мышления, очень трудно под эти цели находить деньги. Мы сталкиваемся, знаете, с поразительными совершенно вещами. Вот мы обращаемся к крупным коммерческим структурам, говорят, ребята, дайте деньги. Вот у нас каждую неделю 25-30 людей, которые вернулись из места заключения, у которых нет даже сотни рублей, чтобы купить, скажем себе, несколько ломтиков хлеба в столовой. Они их не дают. Вот приходим к государственным предприятиям, которые сами с трудом сводят концы с концами, понимаете, они находят и деньги, и одежду, и медикаменты, и то, что мы их просим. Вот несколько недель тому назад ко мне на прием пришел человек. Он освободился из тюрьмы в 80-м году. Вот с 80-го года он, 42-летний мужчина, не имеет ни жилья, ни работы. Он жил на всех вокзалах европейской части России. Понимаете, и никто ему не помог. Ни его товарищей, ни его родственники, у него есть родственники, ни его коллеги по работе. Он оказался ничем, кому не нужным. И вот это, наверное, если мы... Мы можем говорить про десятки страшных социальных последствий тюремного заключения, но это наиболее страшно. Ненужный человек, человек, которого наше общество... Ну, что такое общество? Это мы с вами и есть. Вот вы и я, эти люди, что здесь относятся. Мы успорно толкаем его к тому, чтобы он совершил новое преступление. Как вы думаете, сколько бомжей среди бывших зэков? 90% утверждают сотрудники московского приемника-распределителя. Сюда доставляют грязных оборванных бродяг с вокзалов Москвы. За свою жизнь они успели повидать много решеток и колючей проволоки. Больше половины имеют по 2-3 судимости. Часть находится в розыске за различного рода преступления. Статистика жестока. Около 30% освободившихся снова попадают в тюрьму. Бомжи к ней просто привыкли. Но каждый раз вспоминают о проведенном времени за решеткой, как о вычеркнутом из жизни. Тюрьма это вот, где мы сейчас существуем, где мы живем, что на воле, что здесь, все это и есть тюрьма. Из тюрьмы вышли, вы подрабатывали? Очень часто. А что вы делали? Кому дачу построишь где-то. Дачу? Ну, строить же дачу, очень много дачи строить. И вы тоже строили? Ну как, был подсобником, бутылки шли пойти собирать. Я их не пойду собирать. Почему? Да лучше с голоду сдохнуть, чем бутылки собирать. Это не для моего возраста бутылки собирать. А вот многие люди, которые вышли из тюрьмы, вот так же, как и вы, ходят по вокзалам? Да, здесь больше населения, чем живет в Москве. Здесь больше тех, кто вышел из тюрьмы, здесь по Москве шляется. Здесь больше. Откуда они все? Со всего Советского Союза бывшего. Пища в приемнике тюремная. И, как говорят сами бомжи, очень даже неплохая. Денег на хорошую еду у многих не было никогда. После освобождения они лишились не только квартиры, семей, но и средств к существованию. Как вы думаете, а чем можно помочь вот тем людям, которые выходят из тюрьмы? Ну, это пусть думают государства. У нас есть думы там всякие, Ельцины. Вот пусть они заботятся. Ну, она всю жизнь не сломала. Эта тюрьма. Все было, и мать, и отец, и жена, и дети, все было. А где они теперь? Ну, теперь все они по своим. Один я остался, отказались. Если бы государство вам дало 10 миллионов, вот что бы вы с ними сделали? Половину я бы куда-нибудь вклал. Куда? Вот в эти банки, и пусть бы нарастало. А половину купил бы дом. Где? Ну, где придется, в деревню какую-нибудь, вместе с участком, небольшой земли. И мне бы достаточно было. И что бы вы там делали? По крайней мере, что-нибудь посажал бы, сорвину, картошку посадить сумел бы. Ну, купил бы там поросенка маленького. Кормил бы его там потихоньку. А вот жену вы не хотели иметь? Ну, как бы не хотел. Только не такую, как на вокзалах, там бегают. Нет, нежелательные. А что, не устраивают такие? Да нет, не надо такую. Нет. Сам такой, еще такую, и вообще вы дурдом. Ни одна порядочная, по-моему, такого человека. Скажут, о, да он бывший язык, там, и тому подобное. Улидивающие понятия какие. Если он сидел, значит, он не человек. Квартира была у меня. А после тюрьмы куда она исчезла? Ну, конечно, я там, когда меня посадили, я отобрали же. А что вот вы сейчас от жизни вообще хотите? Я хочу по-человечески пожить. Вот что мне. Больше мне ничего не надо. По-человечески пожить хочу. А что для вас вообще человеческая жизнь? Ну, что, если бы, конечно, крышу я бы имел какой-нибудь, угол какой-нибудь для меня. И больше мне ничего не надо от жизни. Что такое сегодня возвратившийся свободой, возвратившийся из тюрьмы человек, пенсионер? Вы знаете, сегодня все лица, вернувшиеся в место заключения, даже бездомные, не обеспечены пенсией. Но, к сожалению, лица, которые находятся в следственных изоляторах, еще не осужденные, еще не виновные, они по нынешнему закону, статья 124 закона о пенсиях Российской Федерации, они пенсию не получают. И вот сейчас, по инициативе нашего общества, закон о содержании под стражей внесено такое изменение. Это будет закон, который в ближайшее время, я надеюсь, будет принят Государственной Думой. Те, кто освободились из мест заключения, являются пенсионерами, они могут... Есть специальный дом престарелых, под эгирой Комитета социальной защиты населения Москвы, куда эти люди могут попасть. Но большинство из них ясно, что ему 60 лет, он мужчина 60 лет, он там всю жизнь проработал в лагерях или на свободе. Он не хочет идти в дом престарелых, понимаете? Родственники его отказываются прописать, и часто он идет на вокзал. Но если вас интересует цифра, по нашим подсчетам, такого рода лиц, которые, являясь пенсионерами, освободились из мест заключения, не могут получить жилье и стали бездомными, находятся в Москве, по нашим подсчетам, это по меньшей мере 700-800 человек. По меньшей мере. Позвольте мне... Пожалуйста, Саша. Прежде чем говорить вот об этом, чтобы был виден и для зрителей, и для всех присутствующих здесь, контраст между тюрьмой и свободой, значит, все смотрящие эту передачу должны иметь хотя бы какое-то представление о том, что творится там, а что творится здесь мы знаем. Я просто не могу говорить о всех лагерях и тюрьмах страны в целом, потому что я, к счастью, еще во всех не побывал. Но я могу сказать о том лагере, в котором я был. То есть психологический климат лагеря и атмосфера, которая в нем царит. Вот мое знакомство с лагерем. Вот.